библия говорит дорогие наши друзья передачи библия говорит уже записано почти две тысячи выпусков с ответами на ваши вопросы о боге иисусе христе христианском образе жизни с 2008 года наш youtube канал вырос до 200 тысяч подписчиков наши передачи выходит ежедневно ежедневно мы получаем десятки писем на которые даем ответы в передаче библия говорит мы не перестаем благодарить бога за ваши добрые свидетельства о том как полезны для вас материалы международного служения слова благодать раз в год мы обращаемся к вам с просьбой о материальной поддержки этого служения мы удивляемся как много жертвенных пользователей вас наши дорогие кто готов поддерживать это служение материально ваши средства мы используем чтобы покрывать расходы на производство материалов и развитие технического оборудования поддержки специалистов а также издательство книги и библейского института который кстати продолжает действовать не только в интернете но и в странах бывшего советского союза я николай пастухов ведущий передачи библия говорит прошу вас поддержать этот проект материально вы можете это сделать на сайте слова media.org а также через приложение слова ссылка точная будет под этим видео вы можете также подробно ознакомиться со всеми способами поддержки ну а если у вас останутся вопросы напишите нам сообщение или позвоните по телефону в сша плюс 1 360 977 21 82 вы можете для этого использовать телеграмм ватсап или вайбер драгоценные станьте частью этого служения через материальную поддержку а я благодарен богу за каждого из вас за расположение вашего сердца участвовать в этом служении спасибо вам и да благословит вас господь алексей алексеевич вопрос пишет нам наш слушатель я очень привязалась к семье людей которые дали мне приют в своем доме на время войны бог очень много меня благословил через них и они предоставили мне дом и работу но последнее время я чувствую себя одиноко у них гостят и родственники и времени на той чтобы общаться со мной почти не осталось я понимаю что это хорошая возможность для меня стать ближе к христу но ведь общение с людьми необходимо человеку подскажите как мне избавиться от этой зависимости от людей замечательный вопрос он десятку бьет остроты человеческих проблем здесь здесь проблема такая ли суть этой проблемы такая смотрел каждый из нас хочет быть принятым понятым и любимым и когда кто-то нас оценил кто-то проявил к себе к нам внимание а тем более кто-то оказал помощь вот такую как описывали это женщина или девушка когда в трудное время в трудный период кто-то оказался рядом кто-то протянул руку помощи то для нас это скажем так восполняет потребность души вот у всех у нас есть эта потребность у каждого человека люди по-разному это выражают кто-то выражает вот такой как она написала а кто-то просто вот внутри ему одиноко ему может быть не уютно когда кто-то его обходят причина почему это существует заключается в том что когда бог создавал человека помнишь он перед тем как создать его он склад нехорошо быть человеку одному мы созданы так что мы нужны друг другу вот точно да как божественная троица бог не один есть три единства божие там общение нам общность он создал человека по образу и подобию своему для общения для общности для взаимопринадлежности но грех все испортит и грех все это сделал так что у нас внутри это стремление есть а далеко далеко не всегда эти связи вот так естественно получаются складываются или сохраняются на длительное время и поэтому самые большие проблемы которые люди переживают это проблемы во взаимоотношениях вот если посмотреть даже тяжелейшие трудности например смертельные болезни даже катастрофы войны которые переживают люди если ты посмотришь что самая большая проблема во всех этих ситуациях контекстах это проблема отношений то есть когда внутри болезни рвутся отношения когда во время войны возникают напряжения то есть это вдобавок ко всему трудность вот это вот непонимание непринятие или кто-то так интерпретирует другой по-другому и of страдает но вся книга не столько его страдания сколько об отношении друзей к его страдания то есть это большая тема очень очень важная тема в жизнь наша теперь что с этим делать самое первое что нам нужно понять что мир в котором мы живем он поврежден грехом и поэтому в нем никогда нельзя ожидать райских условий в том числе и во взаимоотношениях вот опасность вот такой ситуации вот которая описала эта женщина и я видел множество подобных ситуаций опасность заключается в следующем что человек привязываясь к другим воспринимая добро которые ей оказывает она как бы она начинает жить этим и потом когда у людей по каким-то причинам изменяется обстоятельства или же они проявили свое внимание на тот момент когда и было очень трудно и теперь они видят что она уже не так сильно нуждается и могут проявлять свое внимание другим каким-то а она уже не может жить без этого она и она потом начинают но в вот здесь вроде бы как слышится понимание что она понимает что да уже там появились какие-то другие объекты внимания у этих людей а многие они начинают обижаться они начинают требовать они начинают критиковать они начинают вот этих же людей которые оказали им столько добра они начинают их осуждать они начинают уничтожать их что вот они вот такие всякие они я видел это очень много на протяжении своей жизни свое служение и проблема всего этого заключается в том что когда мы видим действия божие в реальности наших потребностей к тому чтобы быть любимыми то эти действия божие они имеют определенную последовательность это последовательность вот какая христос приходит в нашу жизнь для того чтобы показать нам что единственный единственный путь единственный вариант насыщение нашей души он заключается в восстановлении наших отношений с богом который нас создал через иисуса христа при помощи святого духа вот это к сожалению для многих христиан абсолютно неизвестная сфера люди не знают как утешаться духом святым как обрести полноту жизни в иисусе христе как радоваться тому что ты имеешь общение с богом и в результате по причине того что у нас это сфера слабо развита мы ждем что вы его сполны кто-то из людей но это не говорит о том что бог вообще исключает из этого процесса людей нет люди играют роль в этом процессе смотрите основой нашей радости являются отношения с богом и это то что бог постоянно развивает в нас но в процессе развития этих отношений бог может и он использует разных людей на разных этапах то есть в какой-то точке нам особенно сложно и бог пошлет какого-то доброго человека каких-то добрых людей которые поддержат помогут утешит но направят нас к нему с тем чтобы мы видели что он не они а он является источником это удовлетворение и радость и дальше если мы посмотрим на продолжающийся процесс то продолжение его будет в том что мы получая от господа вот эту радость и удовлетворение мы становимся для кого-то таким утешением мы становимся источником поддержки на том этапе когда им особенно сложно и все это создает контекст внутри церкви иисуса христа людей которые готовы подставить плечо откликнуться быть чуткими и но по хрис по христианской реагирующими или реагирующими христовым характером на нужду запросы потребностей людей которые вокруг нас и теперь все это однажды приведет нас к полноценному свободу свободному от всяких изъянов общение между спасенными душами которые мы которым мы будем наслаждаться всю вечность в новом иерусалиме вместе со густой да спасибо алексей лисич чудесный ответ драгоценные оставайтесь с нами в следующей программе мы поговорим о том почему иисус назван сыном давида а на сегодня все благослови вас господь а и Продолжение следует...